ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Шанхае состоялся форум «Лантин». С 2010 года он является площадкой для обсуждения международных и региональных проблем, а также внешней политики Китая. Среди участников – представители правительств, аналитических центров и СМИ из почти 80 стран мира. В этом году темой форума стала «Китайская модернизация и мир». В поздравительном послании участникам председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность соответствия выбранного пути развития страны национальным реалиям. Он заявил, что Китай готов делиться своим опытом в проведении модернизации и совместно с другими странами искать наиболее оптимальные модели развития, общими усилиями строя сообщества единой судьбы человечества. Китайская ярмарка импорта и экспорта также известная как «Кантонская» – крупнейшая и старейшая в Китае. Она проводится в провинции Гуандун каждую весну и осень. Выставка поделена на три этапа. Первый уже завершен. В течение пяти дней посетители, а их было более миллиона человек, смогли познакомиться с продукцией от 13 тысяч компаний со всего мира. Мы видим хорошие результаты. На ярмарку приехало немало иностранных предпринимателей, которые заинтересованы в нашей продукции на чистой энергии. Я уже много лет сюда приезжаю. Каждый раз изучаем новости, новые оборудования, новые технологии. Мне, честно, очень понравилось. В ходе первого этапа «Кантонской ярмарки» производители представили различную электронику и электротехнику, транспортные средства и запчасти, инструменты и оборудование, строительные материалы, химические товары и энергоресурсы. На ярмарку я уже приезжаю в 2014 год. Последние три года, соответственно, не ездили, а так в 2014 год. Отличные впечатления, как обычно. Все ждали, чтобы быстрее открылись границы и была возможность прилететь в Китай. На первой после пандемии выставке собралось много людей. Это хорошо. Видно, что все страны заинтересованы в китайских поставщиках. Предприятия со всего мира собрались в одном месте. И это дает нам возможность встретиться лицом к лицу. Второй этап ярмарки, который продлится до 27 апреля, посвятят всему, что связано с домом и садом, праздниками и подарками. На третьем представят текстиль и одежду, обувь, багажные сумки и продукцию для отдыха, лекарства и товары для здоровья, а также продукты питания. Кантонская ярмарка завершится 5 мая. Китайский язык Китайский язык входит в число самых изучаемых иностранных языков в России. Такие данные приводит сервис Superjob по итогам опроса пользователей сайта. Эксперты уверены, благодаря развитию экономических отношений двух стран, интерес к китайскому будет только расти. Визит китайских руководителей разных уровней и активные контакты с Китаем, и многочисленные проекты, и такое внезапное завершение пандемии, когда, собственно говоря, и турпотоки, и обучающие потоки имеют тенденцию к восстановлению, то все это, естественным образом, повышает количество тех, кто готов изучать китайский язык. Ольга Гук работает в рекламном агентстве, которое тесно сотрудничает с Поднебесной. Знание китайского языка считается большим плюсом в компании. И хотя Ольга изучала его в студенчестве, все же решила повысить свой уровень, продолжив обучение в Институте Конфуция. Я на самом деле много раз ездила в Китай, и по работе, там, в фабрике проверяла, и на инспекции ездила, там, товар проверять, ну, некоторое время назад. Ну, последние годы, естественно, такой возможности не было, вот, а сейчас такая возможность опять появляется, вот, еще поэтому я посчитала нужным, что пойти поучиться. В Институте Конфуция РГГУ несколько преподавателей и носителей языка. При этом очень хорошо китайские знают и российские педагоги, и даже преподают каллиграфию. Дракон, его вариация в более художественном скорописном стиле. Это стандартный стиль, так называемый устав. Сейчас мы пишем скорописный, или его называют безотрывное письмо. Преподаватели в Институте Конфуция обучают студентов литературному китайскому языку, разбирают его фонетические нормы, грамматику и словарь Северного Китая, прежде всего Пекина. Этот вариант китайского считается самым распространенным среди носителей и учеников. Тренд на изучение китайского языка в этом году только усилился. Сейчас число школьников, которые выбирают сдавать китайский язык на ЕГЭ, увеличилось вдвое – до 17 тысяч человек. Так, Китайский центр межязыкового сотрудничества создал онлайн-платформу, которая поможет иностранцам лучше понять китайскую культуру и предоставит множество ресурсов для изучения языка. Китайский центр межязыкового сотрудничества Китайское дороги